Полным ходом идёт строительство второй очереди на лыжной базе. Кордодром, памп-трек, площадка для выгула собак. Обновлённый объект должен стать местом многофункционального активного отдыха соровчан. Все зоны строители планируют расположить на небольшом расстоянии, чтобы спортсмены и пешеходы не мешали друг другу. Оградить лыжероллерную трассу, потому что спортсмены идут с очень большой скоростью, чтобы исключить возможные наезды лыжников на пешеходов. И недавно Татьяна Вавилкина направила на моё имя предложение, чтобы на этом травяном спуске сделать типа пандуса сверху вниз, чтобы можно было ходить и в скользкую погоду. Стоимость проекта – 38 миллионов рублей. Все работы должны завершить к октябрю этого года. В рамках нацпроекта «Чистая вода» и туристического кластера «Арзамас-Дивеева-Саров» начали реконструкцию очистных сооружений. На это из федерального бюджета выделили 20 миллионов рублей. Рабочие уже приступили к строительству зданий механического обезвоживания осадка. Демонтирована система вентиляции, система теплосети демонтирована. Выполнена работа по устройству котлована, сделаны песчаные основания, выполнена бетонная подготовка, сделана гидроизоляция. Ну и сейчас мы видим, значит, идёт устройство опалубки и идёт расклад арматуры. Будет выполнена монолитная плита. После монолитной плиты будет выполнен каркас и монтаж панели. После строительства здания оснастят специальным оборудованием. Как пояснил руководитель Горводоканала, необходимо решить проблему избыточного ила, который генерируется в процессе очистки воды. Применяя современные технологии, его с лёгкостью можно использовать как вторичный ресурс. После мехобезвоживания будет проходить компостирование осадка, будет создаваться компостная масса с помощью реагента и опилок. Смешивается и пойдёт в дальнейшую технологию, технологическая цепочка. Это только первый этап. Вся технологическая цепочка будет завершена после полной реконструкции полигона и иловых карт. Проект сейчас находится на экологической экспертизе. По словам чиновников, обновление никак не повлияет на тарифы ЖКХ. В Яблоневом саду продолжается подготовка 72 участков для многодетных семей. На сегодняшний день заведены все коммуникации – электричество, водопроводы, канализация, газ. И, кроме того, ещё подготовлены все необходимые работы под дорожную инфраструктуру. Пока у нас есть задержки с финансированием из областного бюджета по дорожной инфраструктуре, с этим мы работаем. Жеребьёвка пройдёт с 1 по 31 августа. На земле по 7-8 соток владельцы смогут возвести собственное жильё с учётом требований по площади и этажности. Также в микрорайоне планируют построить детский сад на 90 человек. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.